Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. Сегодня мы разберем книгу силы и материи, опыт ортодексологической комбинаторики. Текст является переделкой моей магистрской диссертации, посвященной, в общем-то, исследованию проблемы древних стихий и сил, которые управляют этими стихиями. То есть я изучал, какие, в общем-то, стихии были у трех философских культур. Это индийская культура, китайская культура и, конечно же, греческая культура, античная культура. Вот на базе этих трех культур я рассматривал вопрос о силах и материях. Да. Текст наполнен всевозможными историческими отсылками. Ну, в общем, да, тут есть такие формальные научные штуки, которые я, на самом деле, бы удалил. Они не имеют никакой значимости в данном контексте. Кстати, да, замечу, перед тем, как мы перейдем к чему-то вот очень важному. Обзор трех философских концептов Греции, Индии и Китая, да. Например, вот к этому. Я бы хотел отметить, что моя кандидатская диссертация, она выполнена в более формальном стиле, ну, в стиле академической, так скажем, философии. И в этом смысле она менее философская работа, чем вот эта вот. Вот здесь как раз представлен опыт ортодоксологической комбинаторики. Производится что-то впервые. Ортодоксологическая комбинаторика, в общем-то, во всей своей красе показывает себя именно в этой работе, поскольку на примере сил и материи рассматриваются всевозможные комбинации их реализации непосредственно в самой истории, истории мысли, а также рассматриваются возможные варианты, которые не были раскрыты. Да, и также здесь же раскрывается особо подробно, в отличие от предыдущих книг, написанных до вот этой вот книжки, раскрывается сам принцип этой философской комбинаторики, что очень тоже важно и, в свою очередь, тоже делает определенный прорыв в философии. Начнем с исторического такого видения, да. Натурфилософия древних греков, конечно же, первая, откуда вообще она берется. Наверное, единственное, что вот прямо вот бросается в глаза любому исследователю, особенно исследователю стихий, что непосредственно стихии берутся из мифологической натурфилософской концепции греков. Дело в том, что, да, сейчас, все боги греков так или иначе распределены по стихиям. И с этим ничего нельзя поделать. Практически все, подавляющее большинство божеств и титанов, и титанов греческого пантеона, и вообще в греческой мифологии, они четко делятся на ровно четыре стихии. Ни больше, ни меньше. Начнем. Вот у нас целая плеяда богов, которые можно отнести к водной стихии. У нас здесь есть огня? Не было? Нет? Вроде не было. Ладно, продолжаем. Огня не было. Еще. Амфитрита, дочь океана и Тефида. Непосредственно сам океан, вероятно, Тефида. Ахиллой, речной бог, нериды. Морские нимфы, понт, бог внутреннего моря, посейдон, океан, Тефида, тритон. Целая плеяда водных божеств. Это сразу бросается в глаза, водных божеств очень много. Продолжаем. Так, что у нас с воздухом? Воздух, это, конечно, у нас ветра. Но от Борези, Фир, Эвор, согласно Гесиоду, они были от... Олицетворяли, в общем, благоприятные ветра. Также Эол, царь ветров. Нефела, богини облаков. Ну, непосредственно вот они, небесные. В общем-то, божества. Боги, так или иначе, связанные с огнем, это, конечно же, Зевс, метающий гром и молнии. Многие спросят, а при чем здесь огонь? Это же гром и молния, это можно как отдельную стихию рассматривать. Вполне можно было бы, но, к сожалению, в Древней Греции огонь тесно связан с огнем. Ну и вообще, он, в принципе, у многих людей тесно связан с огнем, потому что при попадании молнии во что-то возникает огонь. И также заметим, что Перуны и Зевса ковал Гефеста, кузнец Олимпа, который является самым огненным божеством, ну, наверное, не считая Гипериона и Гелиоса. Вот этих вот, именно солярных таких божеств. Не считая солярных божеств, самый огненный это Гефест. Он непосредственно ассоциируется с огнем. Гестия тоже богиня семейного щега и жертвенного огня. С Герой тут плюс-минус на самом деле. Ее можно и к земле попробовать отнести, можно и к очагу отнести. Ну, здесь такие вариации тоже могут быть. Но Зевс определенно огненный бог в данном случае. Поскольку он бог грома и молнии, и гром и молнии уже в греческом разуме, они соотнесены со стихией огня непосредственно. Продолжаем. Вот у нас куча богов, все перечислены. Солнечный бог Аполлон. Тоже здесь Аполлон. Здравствуй, Аполлон. Аполлон. Но к Аполлону также добавляется, вероятно, Артемида, который, ну, вроде бы и никак не связан со стихиями. Но в итоге оказывается, что у нее есть, был храм, в общем-то, в Эфесе. Знаменитый очень храм. И был. Главное, что он был, да. А и там, ну, в общем-то, много-много-много-много-много времени провел Гераклит. Известный основатель, в общем-то, идеи о том, что все есть огонь. Интересно, почему он, да, предположил. Просто был в храме Артемида, сестре Аполлона, и вдруг предположил, что все есть огонь. Вполне может быть, но вряд ли. Дальше боги земли. Гея Аид Деметра, Дионис, да, земледелие, он связан с земледелением Персифона. Также мать всех богов Титанов, боги Плодородия, бог подземного мира. Они все связаны со стихией земли, и это тоже бесспорно. И перечислив все, что вот мы сейчас перечислили, мы коснулись так или иначе подавляющего числа божеств. Основной пантеон точно затронут. И каких-то выпадающих таких вот существ, которые при этом могли бы тоже в теории обладать то ли иной стихийной привязкой, ну, у нас просто больше не остается. Отсюда, вероятно, и взялась четырехчастная вот эта вот схема стихий. Потом разбираются досократики. И где мои любимые таблицы? Здесь очень много текста, это все читать бессмысленно сейчас, очень много текста. Но таблички посмотреть надо. Таблички — это святое. Ха, табличек нет. Я сейчас перечисляю все-все-все учения. Мы уже лекцию слышали, я думаю, по этой теме. Поэтому, ну, в принципе, и бессмысленно это тоже все читать. Вы можете посмотреть соответствующую лекцию по данному периоду. Да уж, без табличек. Таблички подальше будут. Видимо, да, я здесь разделял. Сначала история, а потом комбинаторика. Все, исторический пересказ. Он идет, 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 идет. Мы это все тоже изучали, и это замечательно, конечно. Ща, ща будет настоящая сила комбинаторики. Такс. Очень длинный вводный текст. Ну, потому что историческое введение, оно здесь самое важное. Надо разобрать все школы, все учения, что они думали по тому или иному поводу. Китай пошел, например, уже. Китай со всеми своими стихиями. И силами. И мы смотрим, мы смотрим, мы смотрим дальше. Во, наконец-то. Сравнение элементов и действующих сил. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да уж. Кажется, табличек не будет. А, вот они. Вот они. Вот они. Ограничимся мы четырьмя элементами в данном случае. Но, на самом деле, этого не стоило бы делать, потому что, на самом деле, элементов было намного больше. Ну, давайте посмотрим, что вообще происходит с этими элементами в двух культурах сразу. У нас есть китайская, индийская культура, Аджита Кисакамбала, здесь и походка Качаяна. И удалак тоже сюда попал. А из, да, индусов. А все остальные греки. Что же накомбинировали древние? Первое мнение о том, что все есть вода. Есть, есть. О том, что все есть воздух, есть, тоже есть. О том, что все есть земля, тоже существовало. Также о том, что все есть огонь, тоже было. Два раза даже. С воздухом три раза было. Замечательно. Хорошо. Было также мнение Ферикида, что все есть огонь и земля одновременно. Самые легкие и самые тяжелые, в общем-то. Самая легкая и самая тяжелая стихия. Да, Парменит, ранний Парменит, говорят, по Арестону ранний Парменит придерживался такого же мнения, все есть огонь и земля. Да, почему бы и нет. Некий Гиппон утверждал, что тоже все есть вода, повторяя Фалес в данном случае, а и он считал, что все есть одновременно три стихии, то есть огонь, земля и воздух одновременно. Вполне так себе тоже интересная концепция, то есть вот эти три базовых элемента, они в принципе равны в его системе, это означает, что они равны в его системе и имеют одинаковое значение, и из них уже все остальное происходит. Так, Акелл утверждал, что все есть сразу четыре стихии, правда, там тоже свои какие-то есть уточнения, ну неважно, вот, четыре стихии тоже у нас есть. Как мы видим, вот у нас такая разверстка такая небольшая. Прекрасно. Многие комбинации были перечислены. Но, но на самом деле не все. Давайте смотреть все возможные комбинации и какие комбинации при этом выпали. Вот это вот мы все уже разобрали, мы это видели, табличка немножко укорочена в данном случае, но у нас нет варианта, что все есть огонь и вода, например, одновременно. Интересно, почему его нет, об этом, кстати, можно подумать. Многие не задаются такими вопросами, но, но можно подумать об этом, конечно же. Почему бы и нет. Или почему нет такого мнения, что все есть огонь и воздух одновременно. Такая неплохая позиция, почему бы и нет. И так далее. Все пары тоже перечисляем. И он, и удалак. Удалака, кстати, вот, отличился от иона в данном случае. И вот они все-таки из четырех возможных учений, которые представляют собой три комбинации, трех элементов одновременно, вот, равнозначных, две из них реализовались. Ну вот, у нас есть четыре возможных элемента в данной комбинаторной системе. И реализация составляет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пунктов, а нереализованных пунктов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть реализовалось больше вариантов мнений в данном ограниченном комбинаторном, в общем-то, отрезке, чем не реализовалось. Интересно, замечательно. История нам представляет вот такой интересный материал. И это, в принципе, является аргументом в пользу философской комбинаторики. То есть, а почему нет, почему вот этого мнения не могло быть? Даже речь не идет о каких-то образованных философах. Почему какой-нибудь обыватель не мог послушать прекрасных, в общем-то, античных греков и сам придумать свое учение на базе вот такого вот комбинаторики? Просто скомбинировать и потом попытаться это доказать против других своих оппонентов. Почему бы и нет? Соответственно, многие-то философы древнегреческие не особо что-то пытались доказывать, на самом деле. Ну, по крайней мере, не сохранились у нас все доказательства. Поэтому вполне себе адекватная комбинация. Тем более, если мы будем отвлекаться от непосредственного требования к рациональности, к обоснованности. Ну, мнения вообще могут быть любыми. А теперь силы. А силы бывают тоже определенные, ну, разные, совершенно разные. Например, действующей силой, объединяющей материю, может являться Бог. Либо любовь. В христианстве Бог и есть любовь. В данном случае это будет два плюсика. Либо ненависть может являться, ну, как у Эмпидокла. Любовь и ненависть, например, две силы есть, а Бог нет. Или числа могут являться силой, объединяющей материю, тоже. Почему бы и нет, например. Либо идеи, как у Платона, тоже являются в данном случае скорее силой, чем непосредственно самой материей. Либо необходимость. Да, греки очень часто говорили об легендарной Ананке, вот этой вот, да, и она олицетворяет непосредственно необходимость. И да, как некий путь тоже может являться силой. Здесь также не упомянуты некоторые, в общем-то, тоже другие силы. Например, Демокрит считал, что материя движется самопроизвольно. То есть у каждой материи есть сама себе двигатель, в общем. Не нужно ей ничего. Не нужны никакие внешние силы. Никакой Бог ей не помогает. Никакая любовь, никакая ненависть, числа, идея, необходимость. Все это не, 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 не. У материи есть свои движущие принципы, которые находятся у нее внутри. И поэтому сама материя и движется так, как пожелает. А, да, не все, правда, с ним были согласны, даже среди материалистов. Кто-то вихри еще предполагал. Ох, вжух, и атомы раскручиваются. Ну, интересно, в общем, движущих сил тоже очень много. И вот таблица потенциальных действующих сил на примере всего лишь трех. Ну, чтобы очень большой таблицы не было, потому что вы понимаете, если мы возьмем все силы и все, в общем-то, стихии, мы получим просто колоссальное количество вариантов возможных учений. Я, кстати, посчитал, да, сколько в итоге должно было бы получиться таких учений на базе всех рассмотренных мной сил и всех рассмотренных мной материй. Ну, давайте пока последовательно пойдем. Вот, Бог, любовь и ненависть. Кто, кто, что, все, что, кто, кто всем этим движет? Любовь и ненависть, да, считали двое. Эмпидок и Лопакутха Качаяна. Фалес, Ксенофан, Шанкара и Трика считали, что всем управляет тот или иной Бог. Причем здесь, наверное, не следует считать Бога одним элементом, но мы просто взяли и условно сделали это так, потому что почему бы и нет. Христианство считает, что всем управляет Бог и любовь. Гностицизм? Наверное, наоборот, потому что Бог у нее... Бог нередко в гностицизме выступает злой силой, так скажем. Ну и что у нас вот на базе вот этой троичной системы получилось? Что у нас реализовано? Раз, два, три, четыре. Четыре учения, как минимум. Не реализовано. Три. Опять же, большинство. Это, конечно, определенная уловка. Я вам показываю определенный отрезок такой комбинаторный, на котором получается так, что реализованные учения преобладают над нереализованными. Но на самом деле все совершенно наоборот. Нереализованных учений всегда подавляющее большинство. Просто невероятное множество их. Ну вот по сравнению с вот этим, вот у нас стоять учения есть. Их мало, их там, не знаю, десятки, сотни иногда. Да, ну, нереализованных квадриллионы. Поэтому тут все-таки ничего не поделаешь. С этим приходится смириться. А вот и единая таблица элементов и действующих сил. Ну вот тоже постепенно система с таблицами, она развивается. И показательно все это показывается, как они вот так вот меняют друг друга. Различные учения. И это тоже очень и очень важно. Да, вот видите, вот реальность. Реальность, она вот так вот состоит из вопросиков. Вот куча нереализованных учений на самом деле. Но с чем это связано? Это связано с тем, что в мире не было достаточного количества мыслителей, которые при этом бы занимались продуктивной философией. Поэтому большого количества комбинаторики мы не наблюдаем. Такого уж большого, какого могли бы наблюдать. Да. Сравнение. Ну в сравнении мы пролистаем самый конец. Потому что вот у нас формула для расчета. Вот она была. Ну вам это вряд ли что-нибудь говорит. Ну и не важно. Это в общем-то количество формулы расчета возможных комбинаций на базе имеющихся чисел. Причем рассчитывается количество чисел на каждой ступени расчетов. Вот у нас есть 25 греческих элементов. Да, мы разбирали только 4, а их 25. Элементов таблицы причем. Ну, бывает много. И рассматривали сколько вариантов всего возможных учений. Вот они, вот они, вот эти вот числа большие. Не-не-не-не. Вот они большие. Большие-большие числа. Как видите. Но сейчас мы доберемся до самого главного числа. Так. Или уже добрались. Нет, заключение. Ща. Так, так, так. Награли число. Вы понимали? Всю мощь разума древних. Так вот. Если мы берем все возможные стихии с одной стороны. И все возможные силы с другой. И будем, в общем-то, все возможные комбинации учений выводить из этого. С помощью комбинаторного метода. Мы получим, что потенциал, натурфилософии древнего мира. В трех важнейших, в общем-то, странах, регионах. В общем, составляет. Один квадриллион, сто двадцать пять триллионов, восемьсот девяносто девять миллиардов, девятьсот шесть миллионов, восемьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать одно мнение. Такого количества людей не существовало на планете Земля, в принципе. Чтобы вы понимали, как бы, всю мощь того, что могло бы получиться из этого, если бы комбинаторика раскрывалась полностью. Комбинаторика, это такой метод, который не может быть раскрыт полностью. Но он подразумевается, как бы, в данном случае. Он подразумевается. Потому что мы видим, что комбинаторика в философии реально что-то производила. Это не просто мнения появлялись из ниоткуда. Нет. Были какие-то элементы. Какие-то понятия. Какие-то, в общем-то, предположения. Иногда эти предположения объединялись. Иногда создавались новые. Но, в принципе, чем больше мы живем, тем больше мы сталкиваемся с этой самой, с одной стороны, комбинаторикой. А с другой стороны, сопротивлению этой комбинаторики. Да, потому что уже существуют сформированные комбинации вот этих вот мнений, которые не хотят, чтобы другие комбинации тоже реализовывались. И вот, в общем-то, на базе этого можно описывать и конфликты мнений, можно описывать структуру мнений, можно описывать очень много всего. И это очень хорошая, интересная, описательная система. И да-да-да-да-да, тексты, тексты, тексты. И вот таблица реализовавшихся аргументов этих стихий в греческой традиции. Среди которых огонь, вода, земля, воздух, эфир, треугольники, как у Платона прямоугольные, да. Числа, гомеомерии, аэр, ночь, время, хаос, бескачественная материя, атом, опейрон. Вот они, наши прекрасные стихии, которые иногда могли перемешиваться, а иногда могли не перемешиваться. Таблицы индийских элементов тоже довольно многообразны, как видите. Ух, как много-много-много всего. В число вот этих вот элементов входит огонь, вода, земля, воздух, свет и эфир отдельно, потому что там, ну, немножко сложно с этим, с разделением, с переводами, в основном с переводами, потому что Акаша, эфир, свет, как-то они так бывает, жонглируются в переводах, ну, неважно. А прокрытие, а прокрытие это сразу три элемента, то есть сатва, раджас и тамас. А также брахман как материя, шива как материя, вишну как материя, темнота, звук и много-много всего еще. Это сокращенный список, честно говоря, я мог бы поработать в магистратуре немножко получше и поискать побольше. Но и этого хватает просто вот с головой, честно говоря. Уже осмысление всего вот этого дает очень такой неплохой эффект, который просто пробуждает человека от сна, в котором есть только одно его дурацкое мнение о том, там мир состоит из того-то, из того-то, при том это просто показатель. Это просто показательный разбор на очень простом примере, на очень известном, на очень популярном примере. И этот разбор действительно можно перенести на любую другую область, например, на область этики. А в этике вот это вот сейчас и происходит, комбинаторика, но при этом она так не осознается, вариантов значительно меньше, комбинаторных элементов развилось, ну, нет, значительно меньше все-таки. Ну, вот и все. Но этика в данном случае, она не является чем-то, что может быть изменено наукой, наверное, все-таки. И поэтому этика свободна. И этика комбинируется. А стихии, они уже давно, как бы вот эта вот тема про стихии, она уже давно занята научным дискурсом. И пытаться сейчас комбинировать какие-то вот эти вот учения, ну, наверное, было бы, с одной стороны, наивно, с другой стороны, невыгодно, потому что, ну, ученые бы переспорили любого натурфилософа, который предположил бы, что мир состоит из треугольников прямоугольных, ну, например. Попросят доказать, а где вы видели эти прямоугольные треугольники? А вот таблица китайских элементов огонь, вода, земля, дерево, металл. Это все называется Усин. Надеюсь, вы помните, что это называется Усин. Это пятерочка прекрасная. Также иногда эфирами считаются инь и ян. Например, в учении Дунжуншу инь и ян это эфиры. Ну, то есть непосредственно такие тонкие материи, темная тонкая материя и светлая тонкая материя. А также еще есть Ци. Тоже она есть, вы, наверное, с ней тоже знакомы. Там всякие медицинские вот эти вот штуки китайские, они базируются на такой интересной натурфилософии, в которой есть очень-очень тонкая-тонкая материя, которая пронизывает все живое и неживое. Силы, силы, силы. Бог, душа, любовь, ненависть, число, логос, идеи необходимые, нус, то есть разум и форма, как у Аристотеля. Таблица действующих сил в Древнем Китае, она тоже довольно-таки богата. Дао, с одной стороны, вот уже Усин. Усин вот эти вот пять элементов, но они в данном случае воспринимаются не как стихии, а как, с одной стороны, принцип классификации, а с другой стороны, принцип движения. То есть Усин тоже может восприниматься, как и вот, как и иньян, например, иньян здесь тоже. Они могут восприниматься, с одной стороны, как классификаторы и тоже принципы движения, а с другой стороны, как материю. С Усин та же самая история. Также есть еще и Ли. Тоже интересная штука, и она тоже здесь в данном случае является некой заменой идеи Платона, как говорят некоторые историки Китая. Ну, такая вот своеобразная идея, только вот в китайской философии тоже связана с интеллектом, тем, что придумано. Разница, скорее всего, есть, но мы сейчас не будем ее выделять. А также небо. Небо тоже может быть, ну, просто китайцы очень любят небо, и поэтому, да, не зря оно, в общем, является здесь тоже одной из управляющих сил. Не зря. У неба есть определенный закон. Небо существует, ну, формирует мир под собой под определенным законами, поэтому поднебесное, в общем-то, так и называется Китай, очень любят небо китайцы. С силами в индийской, в общем-то, таблице действующих сил могут быть Раджа, Стама, Сатва, Брахман, Вишну, Радость, Ненависть, Душа, Необходимость, Подвижность, не связанная с тяжестью, неожиданно, Время и Шварашива. И многое-многое другое. В общем, как вы видите, просто колоссальное количество сил было предположено древними. Во-первых, да, было предположено древними, именно придумано. Раджа, Стама, Сатва, Брахман, Вишну, много чего придумали вообще, невероятно много чего придумали этих элементов. И много комбинаций этих элементов. Ну, то есть, мало было придумать один там Раджас или одного Брахмана. Мало было придумать. Да, они придумали больше, куда больше и комбинировали. Комбинировали, комбинировали, здесь комбинировали, здесь тоже вот комбинировали. Вишки, эти китайцы. Комбинировали много, не очень много, но хоть что-то. Больше всех комбинировали греки Греки любили комбинаторику Но правда не знали об этом Вот, вот индийские элементы Тоже видите, комбинации Здесь три, здесь пять Здесь четыре, но смещены Вот немножко в сторону По таблицам многое видно Нельзя по ним делать какой-то вот прям Стопроцентный вывод Мол, вот это учение точно существовало Но мы можем предполагать Что на базе вот этой таблицы Какое-нибудь учение Ну, например, что все есть Вода, земля и воздух Допустим, все есть вода, земля и воздух Допустим, кто-то мог в Древней Греции Сделать такое предположение Это вполне было в духе Древней Греции Тогда были в ходу вот эти вот элементы Вот эти вот как раз, они были популярны тогда Они тогда использовались И тогда они комбинировались активно другими мыслителями И мог вполне существовать Такой мыслитель, который скомбинировал бы воду, землю и воздух одновременно То есть мы можем уже пытаться как-то маневрировать в границах вероятности Пользуясь данными таблицами Но вероятности, как вы понимаете, просто невероятны Такие невероятные масштабы, измеряющиеся, в общем-то, квадриллионами Это, конечно, да Это очень интересно, очень многое Если реальность подразумевает случайности И комбинаторика, вот это вот, это не просто метод Позволяющий описывать мнение Но еще он каким-то образом связан с реальностью Ну это, конечно, в некотором роде даже немножко пугающе было бы Ну, квадриллионы мнений, возможно, которые реально могли бы быть И в каком-нибудь параллельном мире, допустим Все они бы, другие мнения тоже реализовывались Их было бы в итоге квадриллионы И это только вот один вопрос И это еще не учитывая, что вот эти вот элементы Их можно умножать до бесконечности Можно умножать до бесконечности И комбинировать до бесконечности сверху Ух, как сразу становится весело и интересно Ну, я думаю, в принципе, закончили с моей магистрской Это была очень смелая магистрская И я, честно говоря, воспользовался тем, что кафедра, на которой я защищал магистрскую работу Ну, она, очевидно, относилась к ним очень довольно-таки просто и ненаучно Даже не собирались предъявлять какие-то научные критерии И это вполне было так себе хорошо Тем более проверял эту работу просто интереснейший, замечательнейший человек Ну, то есть рецензентом был этой работы И он очень позитивно ее оценил Как раз ввиду этой самой оригинальности и даже ненаучности Ему это даже понравилось Другой, конечно же, рецензент, скорее всего, очень критически бы отнесся Ко всему, что в ней отнаходится Ну, по крайней мере, ввиду того, что вот этот комбинаторный концепт Он никак не укладывается в востоковеческую, в общем-то, систему методов И вообще, во взгляды ученых, ну, такой комбинаторный концепт, ну, тоже не особо можно уместить Именно в таком духе, в каком я его применяю И применяю его для исследования мнений Ну, в общем-то, вот Восьмикратно с вами прощаюсь И желаю понимания Спасибо, что меня смотрите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Игорь Негода